Если кто-нибудь у чего-нибудь боится, нужно только захотеть и постараться. И тогда сумеет нас и научиться, никогда и ничего не бояться. Рецептом борьбы со страхами со зрителями поделились юные артисты Театра веселых человечков. Они выступили на муниципальном этапе фестиваля конкурса Теарт Олимп Росатома с постановкой «Капитан Капитон». Главную роль бравого моряка, который боялся мышей, исполнил Андрей Сергеев. Он следит всегда, чтобы корабль под рифу не попал. И еще я каждую сторону обглядываю. Театральный фестиваль для юных артистов из городов присутствия госкорпорации Росатом проходит уже во второй раз. Идея проведения конкурса родилась в Новоуральске. В этом году в муниципальном этапе фестиваля в Заречном принимают участие пять детских коллективов. Вся наша жизнь – театр. Я вам желаю успеха. Но самое главное, я вам желаю удовольствия, которое вы получите, занимаясь этим прекрасным делом. В этом году творческие состязания проходят в двух лигах – школьной и детской профессиональной. Несмотря на юный возраст участников, члены жюри предъявляли к артистам целый ряд строгих требований. Детки должны говорить так, чтобы слышал зал. Дети должны правильно двигаться. Они должны доносить свою роль. Они должны помнить текст. Они должны говорить эмоционально и делать акценты там, где они должны это делать. Тема конкурса – капитаны. Все мероприятия проекта «Школа Росатома» в этом году посвящены 60-летнему юбилею отечественного ледокольного флота. И театральный фестиваль не стал исключением. Члены жюри увидели пять разных историй. Одни конкурсанты вдохновились книгой Александра Грина «Алые паруса». Другие обратились к реальным событиям. Театральный коллектив «Школа номер 222» рассказал о легендарном дрейфе ледокольного парохода Георгий Седов. В 812 дней судно не могло вырваться из ледяного плена. На сцене школьники постарались перевоплотиться в членов экипажа, которые уже дождались помощи. Всего лишь 10 метров теперь разделяем корабли. И вот борт ледокола уже поравнялся с носом Седова. Дети сами писали сценарий для постановки. Одним из авторов стала Яна Столицына. Сначала она планировала ограничиться только работой с текстом, но в конце концов и сама вышла на сцену. Я просто попросила посмотреть, может что помочь поставить. И так как одного актера долго не было, он болел, я заменяла время на его и решили, что все-таки, наверное, я буду играть вот эту роль. По итогам выступлений участников члены жюри определили победителей. В школьной лиге первое место у юных актеров из 222-й школы. В профессиональной у детского фольклорного театра «Жили-были». По результатам муниципальных этапов во всех городах участников театрального форума экспертная комиссия выберет 8 коллективов, которые получат приглашение на финал фестиваля конкурса «Теарт Олимп Росатома». Он состоится в апреле в Новоуральске. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».